Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж постоянно кричит на меня, чтобы я не сделал, что не так, во всем винит меня. Если у него какие-то проблемы или что-то не получается, виноватый я. Недавно доводит своими бесконечными придирками до истерики, и тогда почему-то становится на время спокойнее. У него всегда на все свое мнение, а мое мнение всегда неправильное. И по его логике я ничего не понимаю и говорю бред. Любая просьба, связанная с его поведением и изменением, воспринимается все-таки. Он нормальный, это я его довела. В целом он заботливый и помогает во всем, и это я всегда оценил в нем. И я не понимаю, как это сочетается в одном человеке. Если это важно, то разница в возрасте у нас 17 лет. Благодарю. Здравствуйте, несколько моментов хочется сказать. Во-первых, некая такая будет справка, что вы оказались в суде по тому, что пишете в созависимых отношениях. Все-таки отношения, где каждый пытается для себя что-то получить. В частности, ваш муж пытается решить проблему, например, с какой-то, может быть, самоуверенностью. Ваш муж пытается решить проблему своей значимости посредством, конечно же, вас. То есть он это делает за ваш счет. Неприятно. Весна печально подобная. Но что есть, то есть. Поэтому я бы в этом смысле сказал бы, что в какой-то степени вам, по-видимому, нужен такой вот человек, который бы транслировал вам, ну, какое-то обесценивание, вероятно. Вам нужен человек, который транслировал бы вам, что с вами что-то не так. И, на мой взгляд, это обусловлено, на мой взгляд, на мой взгляд, это обусловлено тем, как вы сами к себе относитесь. На мой взгляд, это обусловлено тем, именно тем, что вы цените в человеке, как вы сказали, заботу и помощь вам. Иными словами, вам на себя положиться сложно, и вы предпочитаете полагаться на него. Вот, человек в какой-то момент, видимо, это почувствовал. Человек в какой-то момент, видимо, увидев, что в нем вы ждаете, вот, он начал, как бы, этим, ну, вот, в данном случае, пользоваться. То есть, вы себя и раньше подавляли. Скорее всего, судя по тому, что я могу видеть, судя по тому, что я знаю. А тут, человек вам прямым текстом, получается, отзеркаливает то, что вы сами о себе думаете. И если бы не он, то так бы вы никогда, может быть, и не узнали бы о том, что чего-то вы хотите. Так бы вы никогда бы не узнали о том, что вам нужно. Так бы вы никогда бы не узнали о том, что есть у вас определенные потребности, определенные желания и так далее. Но благодаря своему мужчине вы теперь об этом узнаете. Да, конечно, лучше бы, возможно, узнать это другой ценой. Да, конечно, возможно, лучше бы, не узнавать это таким образом, каким вы узнали сейчас. Конечно. Но, что есть, что есть. Поэтому давайте постараемся, в первую очередь, разобраться с вами. Да? В какой момент это началось? Как долго, например, это продолжается? Как вы реагировали на это, допустим, в первый раз, когда это только началось? Ну, и так далее. Это классические сатомазохистические отношения. Но то, что это сатомазохистические отношения указывает то, что ваш муж, когда добиваются определенной реакции, успокаивается. А до этого ему тревожит. То есть нужно понимать, что человек это делает для того, чтобы снять свою тревогу. Человек это делает потому, что только доведя до скандала, на какое-то время он обретает спокойствие. По-другому, такие люди не могут. Ну а вы, скорее всего, в свою очередь, обретаете спокойствие от чего-то другого. Например, вы обретаетесь погодку, когда вас доводят до истерики. Такое тоже вполне себе может быть. Ведь если ваш муж является садистом, то вы являетесь мазохистом. В этом смысле. Это не значит, что вы мазохист как-то в целом по жизни. Ни в коем случае. Но это значит то, что какие-то элементы мазохистического поведения у вас есть. И их необходимо прорабатывать. Культивируя, например, любовь к себе. Культивируя, например, внимание к себе. И так далее. То есть это психотерапия. Дальше. Вы говорите о том, что направляете своему мужу просьбы изменить. Понимаете, вы хотите изменить его. И хотите, так скажем, оставить в нем только позитивные качества. Это, опять же, наверное, повторюсь, классическая модель зависимых отношений. Потому что ваш муж заботливый, помогающий. Именно потому, что у него есть такая другая страна. Если этой другой страны у него не будет. Если он перестанет вести себя так, как он ведет себя сейчас с вами. Очень может быть, что он и перестанет помогать вам. Очень может быть, что он перестанет делать то, что он делает. То есть если человек меняется, он меняется весь. И совершенно не факт, что он изменится так, как хотите вы. Совершенно не факт, что он вообще изменится. Поэтому мне кажется, что ваша задача здесь поменяться самой. Как сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович. Изменить свою модель поведения. Следующее, о чем хочется сказать. Если мы говорим про то, что... Ну, например, что вас виноват. Вы пишите, что муж может вас обвинить во всем. И так далее. То он, скорее всего, речь здесь идет о том, что вы себя виноватите сам. То, что вы себя сами, скорее всего, в чем-то обвиняете. Только этого вы не замечаете. Того, что вы себя сами обвиняете. Потому что вы себя, может быть, привыкли обвинять. Вы привыкли себя виноватить. Но когда другой человек это делает, конечно, это весьма-весьма неприятно. Поэтому то, что происходит, вполне может быть простым отзеркаливанием волос. Да? Обвыкли обвиняем того, что фактически вы думаете сами про себя. Даже если вы с этим не согласны. Понимаете? Какая штука. Это неприятно. Но это корректирует. Дальше. Вы пишите. Иногда меня доводят до истерики. А что вы делаете? Что конкретно вы делаете для того, чтобы чувствовать истерику? Понимаете? Истерика Это поведение человека, который нуждается во внимании. Истерика – это поведение человека, который чувствует недостаток внимания, чувствует недостаток своей значимости. И здесь внимание парадокс. вот вы говорите, что вам не хватает внимания. И я вас в этом смысле прекрасно понимаю. Но вам не хватает внимания и в то же время вы пытаетесь на человека опереть. вы говорите, что вот он мне помогает, он заботливый. То есть вы сами лишаете себя возможности быть собой. может быть в частности в том, что обесценивает себя. Я не знаю. Я не знаю. Это нужно смотреть. Нужно исследовать. То, что я говорю сейчас это больше мои какие-то предположения. Я вполне могу ошибаться. Вот. Я вам говорю про такие вот ну максимально получается там общие правы максимально получается общие аспекты. Потому что пока эм другую информацию так скажем. У меня нет. А вы ее не предоставите. не то чтобы вы были должны я не думаю что вы должны но хочу обратить ваше внимание на еще один факт вы не задаете свой вопрос вы как будто бы просто пожаловались на своего мужа и все а хотите того чего хотите вы хотите вы чего вот на что мне кажется нужно вам обратить свое внимание внимание то чего вы хотите то что то что вы хотите получить от психолога например то что вам ну ваш запрос от к психологу необходимо озвучить потому что это будет для нас той самой точкой с которой начнется ваша индивидуальная работа вот на мой взгляд сейчас ничего такого не происходит ну вы просто пожаловались на своего мужа и я верю что в какой то степени вам полегчало немного да ну потому что вы это озвучили вы сказали что вас что вас волнует но а что дальше ведь ничего не не изменится от того что вы просто пожаловали поэтому давайте все-таки мы с вами как-то как-то здесь поразмыслим чего вы хотите дальше и когда и если вы для себя определите с этим аспектом то есть чего вы хотите начинаете работать начинаете со специалистом я думаю так а своего мужа вы изменить на данный момент сможете вряд ли я по крайней мере так не думал что вы сможете поработать со своей самооценкой со своими личными границами со своими целями со своими желаниями со своими потребностями чтобы чтобы вот в дальнейшем чтобы в дальнейшем вам было легче чтобы в дальнейшем вы были к себе более внимательны чтобы в дальнейшем вы были к своему партнерам более внимательны и вы устраивали более такие вот здоровые что ли отношения а не такие какие выстраиваете сначала разница в возрасте 17 лет конечно играет большое значение потому что вы не можете воспринимать друг друга на равных ну в том смысле что это невозможно это возможно но очень редко происходит если ваш ну муч старше то он воспринимает вас как ребенка как свою подопечную например ну и действительно как того кто вообще-то не имеет права голоса он стар но это вопрос к вам что вы выбрали такого мужчину по сути отца если старше вы то мужчины конкурируют и протестуют против вашей родительской позиции это означает что вы где-то ведете себя как родители последнее на что хочу обратить ваше внимание считает ли мужчина проблемой то что вы описываете если да вы можете вместе с ним обратиться к психологу на семейную консультацию и разрешить проблему научиться об этом говорить слышать друг друга и лучше понимать если ваш муж эту проблему не считает то вам необходимо работать самой и обучаться навыкам бесконфликтного общения и прорабатывать свои личностные проблемы на этом все на этом все я надеюсь что вам это было полезно я надеюсь что вам это было интересно я буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь с